Добрый вечер, уважаемые слушатели! Мы начинаем второй концерт абонемента кафедры струнных народных инструментов. Меня зовут Наталья Николаевна Шкребко, я заведующая кафедрой струнных народных инструментов. И сегодня мы в таких очень особенных условиях с вами встречаемся. Мы совсем уже без слушателей. Если первый концерт у нас еще кто-то сидел в зале, то сегодня все исполнители, наши уважаемые студенты и пианисты будут играть в пустом зале. Но я очень надеюсь, что вы нас услышите и поддержите. Как я и говорила, на первом концерте примерно месяц назад, в 1960 году было открыто отделение русских народных инструментов приказом ректора Павла Алексеевича Серебрякова. Но дело в том, что какие-то мероприятия и события должны были предшествовать этому открытию. Что же происходило в Ленинграде накануне, даже, можно сказать, ранее, чем до 1960 года? Дело в том, что в 1925 году в консерватории Ленинградской было открыто инструкторское педагогическое отделение или факультет, где готовили кадров для работы с художественной самодеятельностью. И вот для работы среди народников, среди десяти преподавателей народников, были приглашены пять ветеранов Великорусского оркестра имени Андреева. И в их числе были известные люди Николай Фомин, Федор Ниман, Николай Привалов, Сергей Крюковский, Василий Кацан. Вот о фигуре Василия Васильевича Кацана известно не так много. И информация даже в исторической и методической литературе, его фигура освещается очень-очень скупо. А на самом деле домристы могут быть очень благодарны этому музыканту, потому что именно его считают основоположником искусства игры на домре. Дело в том, что он в 1907 году был приглашен Андреевым для работы в Великорусском оркестре, он стал солистом этого оркестра, был концертмейстером оркестра какое-то время. И вот в 1925 году ему предложили организовать оркестр при Ленинградском радиокомитете, где игра перед живым микрофоном требовала особенного звукоизвлечения. И именно тогда появилась осознанная работа над качеством звукоизвлечения у домристов. Появились черепаховые медиаторы. Благодаря Василию Васильевичу появились инструменты Галиниса. Работа шла и над оттачиванием мастерства ансамблевой игры, над техническим совершенствованием. Именно Василий Васильевич Кацан, параллельно работая еще и во дворце пионеров, заметил Ивана Шитинкова. И именно Василий Васильевич Кацан предложил ему, вернее он сначала занимался с ним, а потом предложил ему поступать в музыкальное училище имени Мусоргского. И по воспоминаниям Ивана Ивановича, он безмерно, высоко ценил и очень был благодарен Василию Васильевичу Кацану за тот труд и за то, как трепетно занимался, как обучал именно Ивана Шитинкова Василия Васильевича. До момента открытия отделения народных инструментов консерватории в Ленинграде шло обучение профессиональное. Обучение уже шло в музыкальных училищах техникумах того времени Мусоргского имени Мусоргского и имени Николая Андреевича Римского-Корсакова. Тогда, в то время, в музыкальных училищах преподавали Захар Ставицкий, Павел Нечапаренко, Николай Титов, Сверидов, Исаков, Анатолий Александров, Александр Ильин, Вера Ильина. Дело в том, что по окончании обучения в училище, вот этот основной костяк, который стоял у истоков формирования и открытия отделения народных инструментов, это Петр Иванович Говорошко, Александр Борисович Шалов, Иван Иванович Шитинков, они и Вера Николаевна, безусловно, Ильина, она была первой заведующей кафедрой. Вот этот костяк, Говорошко, Шитинков, Шалов, Аншелес, они уехали обучаться после училища в музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. И уже окончив обучение там, приехали для того, чтобы совершенствоваться и профессиональное мастерство поднимать на профессиональный уровень звучания русских народных инструментов в Ленинграде. Главными педагогами-методистами до открытия отделения народных инструментов в консерватории все-таки были Анатолий Яковлевич, Александров и Захар Иванович Ставицкий. Ставицкий учился так же, как и Павел Иванович Нечапаренко, у Домбровского. И надо сказать, что самым ярким воспитанником Ставицкого был музыкант Эммануил Шерипов. Когда ему было 16 лет, он, обучаясь в училище, стал лауреатом Пятого Всемирного фестиваля в Варшаве. Захар Иванович уделял особое внимание постановке, очень осмысленной, скоординированной работе рук, обучал искусству переложения. В момент открытия отделения народных инструментов Иван Иванович Шетенков, если говорим, мы продолжаем разговорами на Домбре, он сформировал вокруг себя и объединил очень талантливых музыкантов-домристов. Это были Николай Титов, солист и артист оркестра имени Андреева, Эммануил Шейхман, Вячеслав Кругов, Леонид Аншелес. Сам же Иван Иванович закончил после Дворца пионеров в музыкальном училище имени Мусоргского в классе Павла Ивановича Нечапаренко. И после окончания музыкально-педагогического института имени Гнесиных вернулся в Ленинград. В музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных он учился у Петра Ивановича Алексеева. И надо сказать, что он более 20 лет играл в оркестре имени Андреева, делал инструментовки, был концертмейстером группы Альтуров Домбр. Но своим призванием он считал педагогику. 36 лет он проработал в консерватории, создал огромный учебный программный методический репертуар, участвовал вместе с Александром Борисовичем в создании факультета повышения квалификации. И они объездили всю Россию, делясь своим опытом. Он создавал модные сборники, работал с композиторами. Надо сказать, что вот эта часть работы Ивана Ивановича, она может быть даже, помимо педагогической, является основной ведущей в его деятельности. Потому что именно благодаря его усилиям, его сотрудничеству с композиторами Зарицким, Кравченко, Слонимским, Бояшовым, Беловым, Рогалёвым, появились первые произведения, концерты для Домбры. Но исполнителями, конечно, были ученики Ивана Ивановича. Это Эммануэл Шейхман, это Вячеслав Кругов, Михаил Мирошниченко, Александр Макаров. Я принимала участие в первых исполнениях сочинений ленинградских композитов. Татьяна Костиная, Наталья Петровна Клименко. В 1971 году Иван Иванович создал ансамбль «Тамристов», и они стали лауреатами Всероссийского конкурса. Надо сказать, что когда я поступила в консерваторию, я играла в таком составе. Постоянно менялись студенты, приходили новые, репертуар обновлялся. Но после смерти Ивана Ивановича, к сожалению, заниматься ансамблем было уже некому. И мне удалось собрать такой коллектив в 1998 году. И, к счастью, сейчас играют в этом коллективе студенты моего класса. Этот ансамбль носит имя Ивана Ивановича Шетенкова в память о нем и о той работе, которую он проделал, в частности, даже в этом коллективе. Бессменным пианистом в классе Ивана Ивановича всегда была Нина Федоровна Бочкова. Потрясающий музыкант, которая делилась своим мастерством. Потрясающе рассказывала всегда не только о впечатлениях, которые у нее ассоциация от работы с тем или иными сочинениями, но она именно делилась с нами своим пианистическим мастерством. Выпускники Ивана Ивановича разлетелись, конечно, по всей России. Их огромное количество. Но наиболее выдающиеся имена, наиболее известные люди, это, конечно, безусловно, Вячеслав Павлович Курглов, который в этом году отмечает свое 75-летие. И мы от души его поздравляем и желаем ему творчества на долгие-долгие годы, крепкого очень здоровья. Галина Викторовна Смоловская, которая преподает в Минске, в Белорусской консерватории. Елена Прокофьевна Янковская, город Новосибирск, консерватория. Эммануэл Арунович Шейкман, Наталья Петровна Клименко, Петрозаводская консерватория. Ну и, конечно, мы, петербуржцы, это Игорь Михайлович Коченко, Андрей Георгиевич Николаев, Александр Васильевич Макаров, Елена Васильевна Барашкова, Перинь, Татьяна Костиная, Андрей Константинов. И многие-многие уже наши выпускники, которые чтут память, конечно, об Иване Ивановиче и низко ему кланяться за ту работу, которую он сделал по становлению профессионального исполнительства на Домре. А что же Балалайка? Надо сказать, что Захар Иванович Ставицкий, он преподавал и Домру, и Балалайку. И так же, как и Нечупаренко, он закончил обучение у Домровского, учился во Дворце пионеров. И вот в то время, когда формировалась методика обучения Ивана Балалайки, он очень много трудился над постановкой и балалайчного исполнительского аппарата. Но в консерватории с 1960 года класс Балалайки бессменно, в течение 40, даже более 40 лет, преподавал Александр Борисович Шалов. Вместе с ним работала пианистка, тоже потрясающий музыкант Людмила Александровна Плотская, но тоже вместе с ним буквально с первого же дня, более 40 лет, была рядом. Сам же Александр Борисович учился в музыкальном училище Монсорского у Ставицкого и у Павла Ивановича Нечупаренко. Солировал с оркестром имени Андреева. Также закончил музыкально-педагогический институт Гнесиных в классе Александра Сергеевича Ильюхина и Михаила Федотовича Рожкова. 17 лет играл в дуэте с Леонидом Трофимовичем Самсоновым-Роговицким. И их связывала не только музыкальная дружба, но и человечество. И надо сказать, что в начале 1960 года именно Самсонов-Роговицкий стал его первым помощником в Ленинградской консерватории. Александр же Борисович, конечно, мы его очень знаем как замечательного, выдающегося не только педагогу, но и композитора. Он написал более 150 обработок и оригинальных сочинений. И что важно, ведь он обучал в консерватории не только игре на балалайке, но и на гуслях. Его первый выпускник Валерий Николаевич Тихов. А в классе гитары у него закончил Лев Андронов, который, кстати, позже стал его соучастником в дуэте, его соратником. Александр Борисович, конечно, экс-соординарного дарования человек. Он, конечно, продолжил традиции крупнейших деятелей Андреева, Трояновского, Осипова, Нечапаренко. И сформировал уже ленинградскую высшую профессиональную исполнительскую школу. Как композитор он имел мировую известность. Везде во всем мире, куда бы ни приехал, ты всегда услышишь в обработке его русские народные песни. Особенно популярные, конечно, валенки. Крупнейший методист, он подробнейшим образом описывал специфику звукоизвлечения на балалайке с актив точными формулировками. И вместе с Иваном Ивановичем, как я уже и говорила, он ездил по всей России, делился своим мастерством, организовывал факультеты повышения квалификации. Были вместе с Иваном Ивановичем они экспертами на фабрике имени Луначарского, где делали инструменты. Ну, что сказать, выпускники тоже разлетелись по всей России и по всему миру. Известные музыканты, заслуженные артисты, заслуженные деятели. Михаил Данилов, Михаил Синчуров, Геннадий Андрюшенков, Дмитрий Царенко, Александр Щепицын, Александр Мастыканов, Владимир Конов, Сергей Харланов, Анатолий Елфимов, Владимир Осипов и многие-многие другие. Конечно, огромное количество выпускников, которые благодарны своим профессорам, своим педагогам. А самое важное, что личности, которые стояли у истоков формирования, они не могли быть просто только исполнителями, только педагогами или только методистами. Они совмещали в себе, а это очень-очень редко. И это нужно настолько постоянно самосовершенствоваться и расти над собой, чтобы быть интересным и своим ученикам. И они были не только исполнителями педагогами и методистами, они еще были и организаторами. И они просто были большой человеческой души, за что их до сих пор и помнят самые обыкновенные слушатели, педагоги музыкальных школ. Их помнят и любят, а мы им безмерно благодарны за тот труд, который они посвятили профессиональному становлению русских народных струнных инструментов. А что же сегодняшний концерт? Дело в том, что, как я и говорила на первом концерте, примерно месяц назад, абонемент строится таким образом, чтобы показать работу классов всех преподавателей кафедры. Первый концерт у нас был галопредставление студентов разных специальностей, чтобы представить вам спектр и репертуарный, и возможности звучания всех инструментов кафедры. Это и балалайка, дом, ракусли, гитара. А сегодня в нашем концерте будут представлены классы двух преподавателей. Доцента Петербургской консерватории, лауреата всероссийских и международных конкурсов. Композитора Евгения Вячеславовича Жилинского и мой класс профессора Наталья Николаевна Шкалькова. Что бы мне еще очень-очень хотелось вам сказать о том, что мы сегодня, конечно, без ведущей, мы в пустом абсолютно зале, но чувствуем тепло ваших сердец и от души приглашаем вас принять участие весной в молодежном онлайн-фестивале имени Александра Борисовича Шалова. Конкурс у нас всероссийский третий перенесен на осень. Очень надеемся, что мы сможем провести его в очном формате. Но пока мы хотим попробовать вот такую онлайн-площадку. И на странице у меня ВКонтакте вы сможете увидеть положение, все требования к этому фестивалю. Ждем вас. Итак, мы начинаем наш концерт. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА